В Екатеринбурге полицейские задержали 45-летнего мужчину, пытавшегося изнасиловать ребенка. Подозреваемый сам сказал девочке, как его искать. Преступление против половой неприкосновенности малолетней было совершено в минувшую субботу, 5 октября, на западное окраин Екатеринбурга, вблизи пересечения дороги, ведущей в поселок Медный с Екатеринбургской кольцевой автодорогой. Десятилетняя девочка в тот день отправилась в гости к бабушке, но перепутала номера маршрутов и вынуждена была выйти на остановке «Сады». Здесь ты ее и заметил, 45-летний бомж в кожаной кепке и кожаной куртке. «Пойдем, я отведу тебя к нужной остановке», — предложил мужчина. А поскольку школьница до этого простояла на остановке уже полтора часа, ожидая нужного маршрута, она согласилась. По пути в сторону поселка Медного Александр, так зовут подозреваемого, предложил сократить путь и свернул в кусты, где его любезность тут же и закончилась. Злоумышленник выхватил нож и под угрозой оружия попытался склонить ребенка к близости. Вот что рассказал интернет-изданию «Лампа» 44-летний екатеринбуржец Дмитрий Себастьян, спасший девочку. Живущий на широкой речке в новостройке по улице Евгения Савкова директор транспортной компании Дмитрий Александрович в субботу отправился на рыбалку за рулем своей машины. «Я ехал на рыбалку и видел, как девочка идет по дороге и отчаянно машет руками. Я не планировал останавливаться, но когда проехал близко, то увидел, что она испуганная, вся в слезах. Я сдал задним ходом, опустил стекло, спросил у нее, что случилось», — сказал Дмитрий журналистом. «Увезите меня как можно дальше», — говорила она. Я посадил ее. А в это время она все время озиралась. Я спросил, что произошло. «Там мужчина. Он меня затащил в высокую траву и хотел меня изнасиловать». Девочка начала рассказывать. Он затащил в кусты и сказал, «Я сделаю тебе приятно». За слов школьницы мужчина достал из рукава нож. Она не растерялась и стала от него убегать. А у него проблемы с ногами, и он с трудом передвигался. Я потом увидел, как он вышел за убежавшей девочкой. Видел его хорошо, но из-за того, что у него был нож, решил не рисковать. А она, когда его вновь увидела, вся затряслась. Он заметил, что мы засекли его, и сразу перешел дорогу и ушел в сады. «Я позвонил в 911», — рассказал Дмитрий. Описал ситуацию, как выглядит мужчина. Подумал, что приедет оперативная группа, его задержат по горячим следам. Мне сказали ждать наряд. Минут через 15-20 позвонили из отдела полиции и предложили самим подъехать на улицу Соболева, 19. У них был вызов, мужчина умер. Пока они там разбирались, пока опер приехал, прошло 5 часов. За это время можно было в другую страну улететь. Девочка рассказала, что живет с мамой. Она поехала к бабушке, ошиблась автобусом, вышла не на той остановке, начала звонить бабушке, но та не брала трубку. Я так понял, она часа полтора там прождала, и тут появился этот мужчина и предложил проводить. Он увязался за ней, схватил ее за руку и затащил в высокую траву. У нее коленки были все перепачканы землей, травой, но крови не было. Девочка рассказала, что он представился ей как Саша-таксист, что его все знают. Я его рассмотрел очень хорошо. Коренастый, черная кожаная куртка, кепка, как раньше у таксистов была, черные штаны и резиновые сапоги, лицо очень желтое, губы очень тонкие. Найти злодея удалось по указанным девочкой и Дмитрием приметам, но в первую очередь по наводке, данной самим насильником. Саша-таксист действительно оказался известен в определенных кругах. Вот что рассказал начальник прислужбы областного полицейского главка Валерий Горелых. Выявили и задержали подозреваемого сотрудники уголовного розыска отдела полиции номер 8 совместно с коллегами из УМВД по Екатеринбургу. Этому предшествовал комплекс проверочных и поисковых мероприятий. Уральского Казанову сыщики обнаружили в его лежбище, расположенном вблизи микрорайона Мичуринский. Криминальный любитель общения с несовершеннолетними девочками прятался в заброшенной бане коллективного сада. Преступление, в котором сейчас подозревается, далеко не единственное в его биографии. Ему хорошо известен целый букет статей Уголовного кодекса, в том числе тяжких составов. К примеру, в последний раз, в 2014 году, суд Ленинского района Екатеринбурга отправил данного гражданина, доказав вину, в тюрьму сроком на 1 год и 7 месяцев за угрозу убийством и угон машины. Наказание тот отбывал в ИК-12 Нижнего Тагила, откуда в 2015 году был освобожден по амнистии. В определенных кругах арестованный мужчина по имени Александр больше известен по прозвищу «таксист». В момент задержания при нем оперуполномоченные нашли и изъяли нож. Собранные улики представители МВД передали для дальнейшего расследования в Следственный комитет. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе гору ВД, откуда его с большой долей вероятности досудебного разбирательства переведут в СИЗО. В Следственном комитете по Верхесецкому району Екатеринбурга действительно возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 132 УК РФ покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней. Санкция этой статьи предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Сам задержанный ни в чем не признается. В связи с наличием информации о том, что указанным гражданином могли быть совершены иные схожие преступления, органы Следственного комитета по Свердловской области обратились к гражданам с просьбой сообщить интересующую следствие информацию в Следственный отдел по Верхесецкому району города Екатеринбурга, расположенный по адресу улица Большакова, 11А, в Парковом микрорайоне, либо сообщить информацию по телефону, указанному на экране.